13 ноября 1975 года вошло в историю как день основания Гагаринского района Севастополя. Район, который стал развиваться стремительными темпами. Сегодня в нем сосредоточены крупные предприятия, научно-исследовательские институты, учебные заведения, больницы, культурные и исторические объекты. Кроме того, за последние несколько лет Гагаринский район стал основной строительной площадкой города. Здесь появляются не только современные жилые комплексы, но и десятки объектов социальной инфраструктуры. Но есть и то, что остается на века. Этим руинам уже больше двух тысяч лет. Херсонес – полис, который был основан древними греками приблизительно в пятом веке до нашей эры. На протяжении двух тысяч лет Херсонес был главным политическим, культурным и экономическим центром Северного Печона моря. Сейчас это место известно далеко за пределами нашего города. Да что там города? Оно известно во всем мире. А в 988 году здесь произошло одно из главных событий в нашей истории – крещение князя Владимира, из-за чего Херсонес называют колыбелью христианства. И в честь этого события в 1861 году здесь появился Свято-Владимирский кафедральный собор. Есть еще одно знаковое место, которое сразу же приходит в голову и жителям, и гостям города при упоминании Гагаринского района. Одна из визитных карточек Гагаринского района, да и всего Севастополя – одно из самых знаковых и узнаваемых мест города-героя, конечно же, знаменитый Парк Победы. Самый большой парк в Севастополе заложен был в 1975 году в честь 30-летия нашей Победы в Великой Отечественной войне. На огромной площади в 50 гектаров располагается целый комплекс аллей, прогулочных дорожек, фонтанов. Ну и главная достопримечательность Парка Победы – это, конечно же, памятник Георгию Победоносцу, который был установлен в 2003 году в год 220-летия основания Севастополя. Не сложно догадаться, что назван Гагаринский район был в честь первого человека, полетевшего в космос – Юрия Алексеевича Гагарина. Но не все знают, что наш пославленный летчик был в Севастополе, причем спустя несколько месяцев после своего исторического полета. В сентябре 1961 года он приехал в наш город вместе с Германом Титовым, вторым человеком в истории, полетевшим в космос. На Малаховом кургане Юрий Гагарин и Герман Титов посадили деревья. А спустя ровно 25 лет после полета Юрия Алексеевича в космос, в 1986 году на пересечении улицы Репина и проспекта Гагарина появился памятник в его честь. Это тоже одно из самых узнаваемых мест в городе. Кстати, есть в Севастополе и люди, которых можно до мозга кости. Гагаринский район – это вся моя жизнь. Меня родители назвали в честь Юрия Алексеевича Гагарина, первого космонавта нашей страны. И я этим очень горжусь. Мой дедушка связан непосредственно с космосом, с развитием, достижением нашей страны в космосе. Работал бок о бок с академиком Королевым. Я родился в Гагаринском районе, в роддоме в Стрелецкой Бухте. Я учился в детском саду, являясь выпускником. Учился в школе 23-й Гагаринской района и закончил Севастопольский государственный университет, тоже находящийся в Гагаринском районе. И вот уже 8 лет являюсь одним из руководителей Гагаринского района, родного, любимого. Есть в Севастополе учебное учреждение, которое бережно хранит историю Гагаринского района. В гимназии номер 24 в 1978 году открылся историко-краеведческий музей «Наш Гагаринский район». Таким образом, спустя почти три года после своего создания район получил хранителя и собирателя своей истории. За эти годы с экспозицией смогли познакомиться около 40 тысяч человек. Это первый и до сих пор еще единственный музей района в Севастополе. Рассказать про него охотно могут талантливые и любознательные ученицы 7-го А-класса гимназии Дарья Воскребенцева и Вера Кистиченко. В этом году девочки ездили в Москву и представляли наш город на всероссийском конкурсе музеев образовательных организаций. Они словно уже готовые экскурсоводы. Музей «Наш Гагаринский район» был открыт 18 мая 1978 года, спустя два с половиной года после создания самого района. Музей располагается в одном экспозиционном зале площадью 50 квадратных метров. Хоть Гагаринский район и самый молодой, но его история уходит далеко вглубь веков. После создания Гагаринского района начали появляться различные идеи о том, как запечатлеть народную память. Одна из экспозиций в музее «Наш Гагаринский район» посвящена Великой Отечественной войне. Эта экспозиция включает в себя более 50 различных экспонатов, как советских воинов, так и фашистских захватчиков. В нашем музее есть несколько военных кассов. В подземелье очень пригодились военные радио. Из них дети и взрослые узнавали последние фронтовые сводки. И все-таки самое главное богатство района – это люди. Открытые, улыбчивые, энергичные, неравнодушные, любящие Севастополь и свой Гагаринский район. По последним данным, в нем живет около 150 тысяч человек. Мы поинтересовались у жителей, что для них означает Гагаринский район. Это мой родной район, мой любимый. Я здесь родилась, живу здесь. Мне здесь нравится. Здесь море, воздух морской, вкусный. Хороший, уютный, перспективный район. Хотелось, чтобы это вот тот старт, который был дан в 1975 году. И тот задел. Он не пропал даром. Мне, например, все нравится, честное слово. Я всем довольна. Во-первых, настроили сколько, потом посмотрите, какую чистоту навели, красоту навели. Севастопольское телевидение присоединяется к поздравлениям с днем рождения Гагаринского района и желает ему развития и процветания. Светослав Данилов, Александр Тарасенко, Новости Севастополя.